Хаски, Хаски, я сибирский Хаски, я бандит и я не строю глазки. Хаски, Хаски, я сибирский Хаски, я бандит и я не строю глазки. Чё, как? Всем хосячий привет! Меня зовут Бандит и я первый в России Хаски видеоблогер. Мы не няши, мы злобные волки. Так что к тем, кто не подпишется на мой канал, я приду ночью и укушу за бачок. Хе-хе-хе-хе-хе! Хосята, у нас тут как обычно происходит чёрти чё и сбоку бантик. Если вы смотрели выпуск Бублика, то знали, что на нас напал ужасный хранитель времени и заточил нас во временную петлю. Хотите узнать, как мы оттуда выбрались? Тогда смотрите, как всё начиналось и чем закончилось. Так, я пошёл в автошколу, буду примерно через час. А вы сидите тихенько, еду не воруйте и не войте. Что ты, что ты! Мы же вообще добропорядочные собаки и еду вообще никогда не воруем. Ага, мы даже не знаем, как холодильник открывается. Ну-ну, приду проверю. Капец, младший человек пошёл учиться на трава. Я бы его за руль вообще не пускал. Надо дать объявление в городской паблик для водителей, чтобы они все срочно уезжали из города. Потому что по улицам будет ездить наш младший человек. Хе-хе-хе-хе-хе! Младший человек за рулём, это как обезьяна с гранатой. Так, бубленцы, давай я на тебе теперь буду отрабатывать приёмы кур-кфу. Да, отстань от меня, хвостатая сроделька. Я же сказал, я дико устал, у меня всё тело болит. Оно и будет болеть, ничего удивительного. Странно, что ты вообще жив. Капец, это кто сказал? Это что за летающая фигня? Часы какие-то странные. И летают! Если что, это не я их вызвал. Я вообще не знаю, кто это. Ну-ка, ну-ка, ты что за штука? И что ты там говорил про моё тело? Меня зовут Хранитель Времени, и я прибыл, чтобы зачитать вам приговор. Какой ещё приговор? Ты что, совсем ку-ку? Да мы вообще не преступники, у нас только один преступник есть, это бандит. Хе-хе-хе-хе. Молосатая сисичка, я тебе сейчас бошку откушу за такие шутки. Так что за приговор, слышишь ты, летающий хронометр? Я не хронометр и не часы, я Хранитель Времени. Такого-то июня 2023 года, по летоисчислению этой версии Земли, некая плацентарная млекопитающая отряда хищных семейства псовых породы хаски, под именем Бублик, подвергся удалению тела путём взаимодействия с жидкостью с аннигиляционными квантовыми свойствами. Чего? Я из всех слов понял только три слова. Хаски, Бублик и жидкость. Мрателла, он говорит о том, как Бублика оббили водой и долилкой. В результате этого инцидента была нарушена сингулярность основного течения времени, и как следствие, этот случай вызвал нарушение пространственно-временного континуума. Ничего не понимаю. Мое тело без моей башки где-то неудачно пукнуло во вселенной. Хе-хе-хе-хе. И разрушил от гребезги пополам весь пространственно-временной континуум. Парни, да дайте этим часиком договорить. Он же на серьёзных часах нам тут какой-то приговор зачитывает. В результате расследования хранителей времени выяснилось, что тело этой особи переместилось назад во времени и стало божеством у древних людей в одной из временных линий. Капец! Мои лапы, попа и хвост стали божеством у человеков? Парни, да я крут. Ну ничего себе! Бублятина! Вот это ты мощный пёс! Только я не пойму, что в этом плохого? Вот именно! Ну стала задница Бублика божеством у человеков. Какое ж это преступление? Да, нет ничего преступного. В том, что у собак бывают симпатичные попы. Как булочки. Вот как у меня. Хотите покажу? Нет, спасибо, не надо. А ваше преступление заключается в том, что в той временной линии люди стали ходить на четвереньках. Да какое ж это преступление? Если ты, как там тебя, хранители времени не знал, то в человеке в начале своей жизни все ползают на четвереньках. И в течение жизни тоже, если набухаются. В результате этого противоестественного поведения та временная линия не привела к господству человека на планете. Ха! Значит там стали править собаки! Ну наконец-то! Хоть один мир, где человеки подчиняются собакам! А кто там сейчас правит? Хаски или корги? Только отвечай честно, тикающая железяка! Я не буду отвечать на этот вопрос. Я здесь для того, чтобы засчитать вам ваш приговор. Зараза господства собак распространилась и на другие миры данной временной области. Чтобы не допустить распространения этой аномалии на все миры мультивселенной, было принято решение изолировать источник квантовой аномалии. А вот сейчас не понял, что значит изолировать? Это же такой клевый шанс, что сейчас во всех мирах собаки станут главнее человеков! Поясняю. Принято решение заключить тело пса по имени Бублик, а также всех членов его стаи во временную петлю. Для вас время будет идти как обычно до самой вашей смерти, а во внешнем мире пройдет всего одна секунда. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Хорошего дня и приятной вечности! Эээ, ты куда? И чё это за фигня за окном? Капец, парди, кажись нас заперли во временной петле. А за окном это типа ее границы? Ой, фигня какая! Мы что с ней не справимся с помощью магии? Да вообще легко! Коргис-моргис, временную петлю уничтожам бис! Ничего не изменилось, у вас фигня не магия! Асямба-масямба, временную петлю уничтожам ба! Бесполезняк! Кажись мы попали в серьезную заваруху, парни! Это чё, мы теперь заперты здесь до самой смерти? О нет! Только не это! Я был таким молодым! Прошло 24 часа. Так, парни, не ссать! Смотрите, что нам пишут наши вкусненькие подписчики! Они уже нас не раз спасали своими советами! Может и в этот раз спасут? Ну окей! Вот совет использовать в четвером нашу хосячью коржачью магию! Увы, хосята, как мы только не пробовали! И в четвером, и по двое, и лопаухи-гномики говорили наше заклинание, а мы их! Ничего не помогло! Давайте посмотрим следующий совет! Надо переместиться в прошлое и сделать воду-невидимку! Но как? Это же временная петля! Мы не можем перемещаться во времени! Мы же заперты в нем! А так идея супер! Действительно можно было вернуться и сделать воду-невидимку вместо воды у долилки! Коржик, вонючая ты, сосичка! Ну вот кто тебя просил так надо мной прикалываться? Видишь, как далеко это зашло! Давай попробуем вот этот совет! Надо использовать волшебные камни, которые мы использовали против хранителя голоса! Ну помните, когда у меня голос украли? Да помним, помним! Вот только их у меня нету! Что значит нету? Ты же их в своем шкафчике хранил! Это же могущественные артефакты! Ну просто они так долго лежали и походу разрядились! Они стали просто цветными камешками! Папася, ну так давай их сюда! Может нам удастся их снова зарядить? Да я их кексу отдал! Он очень просил! Кексентр, тащи камни! Эээ, парни, ну тут такое дело! Я эти камни того! Продал! Что значит продал? Ну то и значит! Продал на Абита! Мы же все равно ими не пользовались! Капец! Это подлое коварство! Зачем ты их продал? И хоть много заработал? Ну помните, я вам тогда втихаря мороженого принес? Ну вот короче денег хватило на 4 порции мороженого! Зашибись! Мы буквально съели 4 могущественных артефакта! Ну все! Нам капец! Ничего не капец! Вот еще совет от наших вкусненьких подписчиков! Попробовать сделать суперпук или превратиться в древнего курги или мегалиса! Суперпук? Отличная идея! Все готовы? На раз, два, три! Раз! Хвастата, сортелька, остановись! Мы же заперты в петле! А значит суперпук в первую очередь подействует на нас! Давай даже ты пробовать не будешь! Парни, а меня только что осенило! Как мы можем читать комменты наших вкусненьких подписчиков под моим роликом, который вышел вчера? Рыжая сопля, я знал, что ты тупой, но не знал, что настолько. Ты чё не знаешь, как мы можем читать комменты? Берём телефон, заходим на ютюбе на твой ролик и читаем комменты. Стоп, 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 а ведь я над хранитель времени сказал, что мы находимся во временной петле. И что мы тут будем до самой смерти. Вот именно, а ещё он сказал, что во внешнем мире пройдёт всего одна секунда. Несостыковочка. Но может мы имеем дело с квази-нелинейчатыми спектрами замедленной флуоресценции некоторых ароматических углеводородов на парафиновых матрицах? Ты ничего чё сказал, брателы? Ну я имею в виду, что может быть каким-нибудь странным способом комменты наших подписчиков могут попадать к нам сюда, за вот эту цветную плёнку за окном. А, ну действительно, это много объясняет. Стоп, что ты сейчас только что сказал, за цветную плёнку за окном? Ой, упс, не-не-не-не-не, я имел в виду страшную, опасную временную петлю, в которую нас посадил ужасный хранитель времени. Так-так-так, что-то тут не чисто. Кажется, я знаю, что с нами произошло. Хасямба-масямба, цветную плёнку-разрывамба. Так это чё, наш коржик снова надурил? И не было никакой временной петли? Вот почему не работала наша магия? Она не могла разрушить временную петлю, потому что её не было. Но согласитесь, я вас клёво франканул. Всё это была голограмма, и хранитель времени, и цветная муляка за окном. А всё потому, что я ужасно коварный и опасный лис. И великий корк третий. Ну всё, лопухи-гномик, тебе капец. Парни, стойте, стойте, мне нельзя откусывать бошку. К нам сегодня ещё два подписчика приехали, аж из самого Воронежа. И они нас ждут. Человеки, привет. Вам сегодня очень повезло встретить нас четверых. Ещё бы чуть-чуть, и нас было бы всего трое. Да уж, коржундель, повезло тебе. О, кстати, а эти человеки прям нормальные подписчики. Они привезли с собой вкусняхи. О, вот это я понимаю. Вот это вы, красавчики, порадовали нас. Спасибо вам огромное. Парни, вы меня просто спасли. Ещё бы немножко, мне бы эти волчары точно бошку откусили. Вот красавчики эти человеки Лев и Андрей. Уломали человеков родителей и приехали к нам в гости. Мы очень любим и ценим каждого нашего подписчика. Особенно, когда они приезжают к нам с подарками. Хи-хи-хи. Это чё, это чё, воронежский пряник с кошеком? Это вы чё, мне привезли? Капец, сколько раз вам повторять. Я не кот. Позняк метаться, бублинцы. Об этом уже вся страна знает. Хи-хи-хи-хи-хи. Субтитры сделал DimaTorzok